Традиционно год в России начинается с долгих праздничных дней, когда вся страна отдыхает. Но в дни торжеств немало и тех, кто работает без выходных. Например, сотрудники службы 112 этим людям, как нельзя, лучше известно, что и где происходило на праздниках. Сейчас в пункте единой дежурной диспетчерской службы относительное затишье. Выходные же традиционно были весьма напряженными. У нас в среднем за сутки поступает от 600 до 700 звонков, то сейчас в эти дни каждый день не менее 800 звонков поступало на номер 112. Большинство звонков по линии скорой помощи. Если обычно в месяц операторы принимают порядка 3-3,5 тысяч звонков, то только в эти каникулы скорую вызывали 2440 раз. По линии ЖКХ зафиксирована только одна серьезная авария. Была неприятная ситуация у жителей нескольких домов Купеленки, когда практически в новогоднюю ночь с половины 12 и до обеда следующего дня была отключена холодная вода из-за технических проблем в трубопроводе холодного водоснабжения. Перед праздниками пожарные службы вели активную разъяснительную работу по обращению с салютами и петардами. Видимо, поэтому никаких серьезных пожаров во время праздников не произошло. Несколько раз огнеборцы выезжали на тушение мусора и один раз автомобиля, который воспламенился из-за технической неисправности. По линии МВД одно серьезное происшествие, случившееся 2 января в поселке Володарского. После распития совместного спиртных напитков произошла поножовщина, в которой один из нападавших скрылся, но успел нанести на живое ранение, от которого пострадавший скончался. Несмотря на озвученные факты, сотрудники единой дежурной диспетчерской службы отмечают, что в целом праздничные дни прошли спокойно. Продолжение следует...